кем вами нет я спрашиваю вами я тебе тоже еще раз говорю что прекратить я не веду видеосъемку я не пойду с тобой никуда у меня сейчас не пойду применяй комиссии что силу если считаешь да хорошо я с тобой никуда идти сейчас не обязаны нет я нарушаю нет не нарушаю я почему пойду пойду я не могу сейчас у меня нога заболел составлять здесь зачем мне было-то идти дежурную часть сходи за ними сходи за ними я с тобой идти никуда не обязан нет не обязан я тебе расскажу о презумпции невиновности а если ты применишь ко мне физическую силу проще говоря если ты тронешь меня естественно у тебя такое право есть но я скорее всего докажу что ты воспользовался им незаконно здравствуйте меня зовут долгих антон витальевич долгих антон витальевич примите пожалуйста сообщение о преступлении оперативно кратко потому что я нахожусь здание в нахожусь здание кировского областного суда адрес мой кировская область город киров записывайте пожалуйста кировская область город киров поселок ганина так контактного телефона нет и прошу возбудить уголовное дело я предлагаю записывать чтобы время тратить прошу возбудить уголовное дело по факту превышение должностных полномочий приставам по дальше большие буквы оу пдс я думаю вы знаете аббревиатуру оу пдс у фс у фсс по россии по кировской области ваша фамилия как будьте любезны нет 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 извините не вам пластинин по факту прежде пластина пластининым пластина вас есть инициал а в который по моему мнению незаконно требует от меня пройти в дежурную часть для того чтобы показать мне правила поведения в здании суда ну и после второе последнее предложение место время готовы до . событий сейчас 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 я скажу точка выше указанное вышеописанное событие происходит в настоящее время в здании кировского областного суда по адресу город киров улица спаская 63 ну еще одну коротенькой я являюсь участником судебного заседания запятая в котором объявлен перерыв до 14 часов сего дня в котором объявлен перерыв до 14 часов сего дня ну можно дату 18 08 2021 все значит формально все я прошу вас направить сюда сог и пресечь правонарушения пресечь нарушение моих прав потому что пристав здоровый огромный и видимо вообще не понимает что должен действовать на основании закона благодарю что он 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 Никита, садись, ты что? Таня, пойдем-ка там еще ковязину. Вон, смотрите, ковязин, пойдемте-ка сюда. Чего, Михаил Николаевич надо? А? Что, проверить меня решил? Михаил Николаевич, что надо-то? Чего хотел-то ты? Миша, в следующий раз надо с нескольких камер запись вести, чтобы вот это тоже фиксировалось. Или уже ведется? Молодец. Так что хотел-то? Запись-то ведется? Так? Так. Прежде чем что-то делать, надо понять, каковы цели, что с этим будешь делать. Вот что ты подскочил к записи? Все, что ты можешь, это вот эти движения башкой совершать. Чего у тебя щеки-то задрожают? А? Вот, смотри, улыбка ушла с лица. Уже серьезный стал. Ты что, Миша, мне врага хочешь обрести? Серьезно? Ну, считай, обрел. Хорошо. И советую близко ко мне больше не подходить. Значит, письменное объяснение будет представлено, как обычно, мной и отправлено по почте, не переживайте. Главное сделать все там. Что он говорил? А, что, пожалуйста, вы снимаете на телефон? Да он пусть показывает что угодно. Я сразу отрицал, что снимал на телефон. Я сделал сообщение следующее. Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. То есть, он незаконно абсолютно потребовал от меня пройти дежурную часть. Вот по этому поводу он что поясняет? Не он ведь вызвал полицию-то, а я. То есть, я еще раз говорю, пусть что угодно объясняет. То есть, он как будто на меня жалуется, что я вел видеозапись. Это его дело, пусть он, если надо, он ведь протокол мог составить. Он ведь ничего не сделал. Я из здания суда спокойно ушел на ваши глаза, как вы видели. Я попросил вас найти и ознакомиться с правилами. Потому что нельзя снимать его в здании суда. В объяснении написано «попросил». Да? Он сказал «попросил». Так он потребовал. Я вам говорю, есть видеозапись, где четко он требует от меня проследовать. Разница между просьбой и требованием, она велика. Поэтому вы, конечно, не вы будете все равно рассматривать это. Но, я думаю, вам, прошу вас, уточняющие вопросы ему задайте. Понимаете? Как выйти? Отправите письмом? Да вы меня вообще, видимо, не слышите. То, что я сделаю, я знаю, что я сделаю. Это вас не касается. Сейчас я вызвал полицию, чтобы… Да слушайте меня. Я вызвал полицию, чтобы полиция пресекла право нарушения. Ну, у него коллега пришел и его вразумил, его увел. То есть право нарушения было пресечено. Но дальше я желаю привлечь его к уголовной ответственности. Вот и все. Если вы будете бездействовать, то я и в отношении вас заявление подам, и привлечения вас к уголовной ответственности. Понятно объясняю? Понял. Все. А о том, какое объяснение он дал, я узнаю после, когда я ознакомлюсь с материалами. А свои объяснения я могу давать, могу не давать, но я их, конечно же, дам. Дам, дам, как обычно. Составлю и отправлю по почте на имя начальника ОМВД России по Кировской области Константина Селянина. И дальше отправят, куда надо. Вопросы есть? Мне точно сейчас что написать. Что? Я не знаю. Вы пишите, что хотите. Я понятия не имею. Вы смотрите. Я буду, еще раз говорю, знакомиться со всем, что вы в итоге напишите. Вот то, что я вам сейчас сказал, я вам подсказываю, вы можете оформить рапортом. Но вы же и без меня это знаете, правда? Данные с вами для связи. Вы меня, видимо, молодой человек, вообще не понимаете. Все мои данные, все мои данные есть в Куспе. Ну вы чего? Мне не передали. Запрашивайте, пойдем-то. Поехали. Поехали. Поехали.